Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Мир вам Божий и благодать. Пусть Господь благословит вас. Бог вас очень сильно любит, Он вас ценит, и Он обязательно вас коснется там, где вы есть, потому что это Его воля. Аллилуйя! Пусть нас Господь сегодня всех благословит своим словом, своим присутствием, прикосновением. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Атаки в жизни верующего». Самая страшная и хорошо спланированная атака – это непонимание того, что тебе нужен Иисус каждое мгновение. То есть люди, которые живут, например, и вообще в своем как бы уме, они не нуждаются как бы, у них нету понимания и зависимости от Иисуса, то есть они как бы свободны от Него. Они просто верят, что Он где-то есть, но они от Него свободны. Вот это есть самая хорошо спланированная, завуалированная атака дьявола на жизнь верующего человека. Когда человек думает, что у него все в жизни под контролем, что он может, например, не молиться, он может не читать Библию, он может не славить Иисуса, он может жить как он хочет, все равно Бог его любит, все равно Бог его любит, и все равно у него все будет хорошо. Вот это и есть заблуждение. Методы атаки могут быть разные, но цель одна – разлучить человека с Иисусом, привести его к духовной апатии, неверию, разочарованию и бунту. Задача атаки – убрать твой взор с Иисуса Христа. Что такое смотреть на Иисуса Христа? Что такое взирать на Иисуса Христа? Это означает иметь концентрацию на Нем. Понятно, что физически мы не можем видеть Иисуса, потому что Он в духовном мире, Он на небесах, но мы можем размышлять о Нем, концентрироваться на Нем и в своем воображении, в своем образе всегда держать Его в своем разуме. Как рождается грех? Как рождается смерть? Именно таким путем человек принимает мысль и держит ее в своем разуме, и развивает, концентрируется, концентрируется на ней, и потом рождается уже в физическом мире смерть. Когда Ева в раю разговаривала со змеем, то она не понимала, не осознавала, что находится под сильнейшей атакой дьявола, и что последствия будут катастрофическими. Она не понимала, что через несколько часов она будет разлучена с Богом и окажется за порогом рая. И не только она, но и ее муж, и все человечество. Потому что Ева – это мать всем живущим. Действия одного человека привели к катастрофе все человечество. Друзья, мы с вами можем сколько угодно винить Еву, но ведь мы находимся так же, вот в родословной. Мы в цепи находимся. Мы родились и от нас родятся. Знаете, мы можем винить Еву, но если мы в ее ситуации поступаем точно так же и блокируем дальше поколения, чтобы они не пришли к Иисусу, например, грешим, не верим в Бога, колдуем или что-то, гадаем или врем и так далее, не верим в Богу, то мы как будто бы проклинаем свои поколения, живем в удовольствии, в свое греховное удовольствие, живем в эгоизме, то мы проклинаем свои поколения. Мы можем винить Еву, но оказываться в таком же самом состоянии. Из-за Евы все человечество, Библия говорит, так как все люди согрешили и лишены славы Божьей. Ева согрешила. Давайте все на нее бочки покатим, давайте на нее все свалим. Нет, когда ты грешишь, не Ева же грешит, ты же грешишь, ты же вправе не грешить, у тебя есть сила не грешить, потому что Иисус победил грех. Поэтому мы не виним Еву, нашу мать. Мы понимаем, что это всего лишь образ для нас, чтобы мы не поддавались атакам, потому что поддавшись атаке, ты, поддадутся атаке, придут в атаку очень много вокруг тебя. Иисус часто говорил, поражу пастора и рассеются овцы. Вы знаете, есть лидеры. Если дьявол сумеет поразить лидера, все вокруг него будут разочарованы. Все. Вот так он действует. Если в доме поражен муж, поражен отец, то поражены дети, поражена жена и так далее. Все их родственники. Это катастрофа. Или также, если жена поражена. Это все происходит. И поэтому сегодня оно звучит предупреждение для каждого. Как бы, знаете, сигнал для каждого. Иногда мы думаем, ой, я так устал. Я пойду отдохну. Знаете, мысль такая, почитай Библию. Почитай. Бог тебе хочет прям что-то сказать сейчас. Особенно дать откровение. Ты такой, ой, я хочу спать. Слушай, когда тебе сон помогал? Вот ты спал бывало, а потом вставал, ты видишь, что у тебя не настроение. Нет, ты выспался. Ты видишь, что сон, он не дает тебе той пользы, которую дал бы тебе Слово Божье. Главное, атака дьявола. Я хочу сказать, что если ты настоящий верующий, если ты последовал за Богом, и ты идешь за Ним, отвергая все предложения дьявола, то ты обязательно будешь атакован. Обязательно. Потому что дьявол искушает человека, а Бог испытывает. Бог допускает испытания. Мы часто видим, что Иисус сказал ученикам, переправьтесь на другую сторону. И там ждал их шторм. И они утопали, они закричали, Иисус, спаси нас. Почему вдруг шторм? Это был тест. Тест на сдачу их веры. Какая у них была вера? Была ли у них сильная вера? И он отругал их. Он проснулся, Иисуса разбудили. И он сказал, зачем вы? Маловерные. Зачем вы усомнились, маловерные? Итак, главная атака дьявола. Мы должны это узнать. Мы должны это услышать. Для того, чтобы иметь предостережение в жизни. Это негативные мысли. Главная атака дьявола. Это негативные мысли. Таким образом, дьявол приходит в нашу жизнь. Если они закрепляются, эти негативные мысли. И если они могут еще реализоваться физически, да, то дьявол достиг успеха, достиг цели. Для падения не обязательно разговаривать с дьяволом. Достаточно просто слушать его, принимать негативные мысли. Послушайте, никто из нас не любит дьявола. Мы не хотим даже слышать его, тем более разговаривать. Разговаривать никто из нас вообще не хочет с дьяволом. Но если я вдруг осознаю, что во мне негативные мысли звучат, то я должен понять, что сейчас со мной разговаривает тьма. И если я при этом продолжаю дальше слышать эти мысли, то я как будто бы вхожу в союз с сатаной, будучи Божьим человеком, будучи Божьим ребенком. Я вхожу в контракт с дьяволом, потому что он говорит, а я слушаю. Мне не позволено его слушать. Мне приказано прогонять его. Иисус сказал, все даю вам власть наступать на всю силу вражью. И ничто не повредит вам наступать, прогонять, изгонять. Именем Иисуса Христа Иисус говорил, что именем Моим будете изгонять бесов. Вы не будете их слушать. Что они там мямлят, что они там говорят. Особенно если они вас хотят открыть тайну какую-то, какой-то секрет. И вы такие, а что же он сейчас расскажет? Он расскажет тебе. Потом ты окажешься в большой беде и большой проблеме. Поэтому дьявола слушать не надо. Его нельзя слушать. Но людям не нравится, когда им говорят, нельзя. Поэтому надо по-другому говорить. Лучше не надо. Беда будет, друзья. Как только дьявол пришел. А мы такие думаем. О, наверное, к определенным людям дьявол приходит. Дьявол приходит ко всем. В виде негативных мыслей. Кажется, что такое? Подумаешь, плохо подумал о ком-то. Нет, это разовьется. Это закрепится в тебе. И ты будешь только о плохом думать. И ты перестанешь вообще радоваться. Ты перестанешь смеяться. Ты будешь ходить под давлением, под проблемами. Под атаками. Атаки в жизнь верующего приходят без приглашения. Никто из нас не хочет атак. Никто. Мы все хотим, чтобы у нас было дома хорошо. В личной жизни хорошо. В церкви служения хорошо. На работе, чтобы у нас было все хорошо. И только повышение. И большая зарплата. И ни с кем не было конфликтов. И не было никаких проблем. Но атаки в жизнь верующего приходят без приглашения. Это от нас не зависит. Но как мы отражаем их, зависит уже от нас. Вот ни с того, ни с сего. Пац на Иова. Свалились такие атаки. Бог просто поговорил с дьяволом. И дьявол, когда разговаривает с Богом, слушают остальные тоже. И вот Бог говорит дьяволу. Видел ли ты раба моего и ово? Какой он богобоязненный, праведный, удаляется от зла. Видел ли ты моего человека? Дьявол сразу же стал, знаете, завидовать. Сразу стал лгать. Он говорит. Да это он тебе не даром богобоязнен. Вот даром он никто тебе не будет вообще служить. Руки никто не поднимет. Слово тебе хорошего не скажет. Тем более поклоняться тебе даром никто не будет. Ты просто даешь им. Ты даешь им здоровье. Ты даешь им обеспечение, деньги. Ты хранишь. Ты богатым сделал Иова. Конечно, он тебя благословляет. Простри руку и забери у него это все. Посмотрим. Благословит он. Представляете, дьявол разговаривает с Богом. И все ангелы слушают это. И бог говорит, окей, окей, давай. Иди, я даю тебе возможность, даю тебе разрешение сделать с этим человеком, превратить его в фарш. Я тебе даю мясорубку, иди. Пропускай его через мясорубку. И вот Иов, добрый человек, он про себя говорит. Когда я видел странника, я принимал его. Когда я видел там вдову или что-то, он помогал. Он всегда удалялся от зла. Он был таким чистым. Еще даже Библии не было написано, он имел отношение с Богом. Десять заповедей не было, он имел отношение с Богом. Он даже не был евреем. Он был таким поклонником Бога. Я удивляюсь, как так? Есть такие люди. И вот в одночасье на Иова обрушивается ад. Ни с того, ни с сего. Мы думаем, что только вот грешники, они страдают. Вот ты грешил, о, сразу суд за тобой. Сразу за тобой придут проблемы, бесы. О, ты дал место дьяволу. Да мы видим, сколько много праведников страдает. Сколько много? Потому что Бог их проводит, Бог их испытывает. Чтобы тебя перевести на другой уровень, ты обязательно пройдешь через атаку, через тест. Обязательно пройдешь через тест. Если ты настоящий верующий, ты призван к уровням. Всегда в твоей жизни будут уровни. От одного уровня ты будешь идти к другому. От славы в славу, от силы в силу и так далее. От чуда к чуду. Ты будешь идти от зрелости в зрелость. Ты будешь более зрелым, более зрелым. Потом ты, когда обернешься назад, ты увидишь, каким ты был вообще молодым, духовно. Ты будешь уже оценивать себя. И вот на Иова срывается ад. Просто так. Бог поговорил. Бог сказал, давай проверим. Служат ли мне люди за деньги? И вот от подошвы ног до головы полностью он был в проказе. Иов полностью был белый. И он упал в уныние, упал в такое ужасное разочарование, что он теперь прокаженный. Ни с того, ни с сего. Он прокаженный. И вот представляете, человек находится в проказе. Это самая ужасная болезнь. И к нему сразу приносят весть. Вестник прибегает и говорит. Дорогой наш брат Иов, хочу тебе сообщить очень нерадостную новость. Все твои дети умерли, погибли. Дом твой погиб. Стада твои разграблены. Он сказал, благословенное имя Господне. Не проквил Бога. Представьте, дети умерли. Дома нету. Бизнес весь сгорел. Весь был уничтожен. Все еще и больной. На сто процентов больной. И вопрос теперь идет уже на время, на дни. Когда же он умрет от этой ужасной болезни. И что это? Это атака дьявола. Потому что дьявол ненавидит праведников. Дьявол ненавидит детей Божьих. И приходят его еще друзья и начинают укорять его. Да не может быть, чтобы ты был праведен. Это за твои грехи ты страдаешь. Ведь всегда мы думаем, если с человеком что-то происходит плохое, значит он где-то виноват. Значит он что-то где-то сделал грех какой-то. Я вам скажу, что нет. Я вам скажу, что Иосиф, он не был ни в чем виноват. Но братья его продали в рабство. Это они еще помиловали его. Они его хотели убить. Но решили продать. Один из братьев говорит, давайте не будем убивать его. Давайте лучше в рабство продадим, чтобы не было его крови на нас. Вины. Продали его в рабство. Смотрите, он ничего плохого не сделал. Ну да, стучал на братьев. Доносил, что они не работают. Он сам-то что, работал что ли? Работал. Усердно. Докладывал. Братья его продали в рабство. В рабстве ему оказалось, что повезло и было хорошо, и он сделался начальником. И там атака на него. Это женщина. Безумная женщина. Опять атака на него. Он садит в тюрьме за изнасилование, которого вообще не было даже в уме. Сидит. По статье, которую он не делал. И что бы он ни доказывал, он все равно виноват. Ты будешь всем рассказывать, послушайте, это неправда. Послушайте, это сплетни. Никто не поверит ни на миллиметр. Виноват. Виноват. Все так, дайте пальцем. Виноват. Виноват. Все так в тюрьме говорят, что они не виноваты. Виноват. Он знал перед Богом, что он не виноват. Он был честен. Он был, наоборот, убегал. Он ей говорил, что нет. И все. И мы видим, как страдал Иосиф. Но Бог проводил. У него были такие атаки. Тесты. Атаки это тесты. Даже так можно сказать. И мы видим, какой слави Бог его привел, Иосифа. Мы видим, как Бог возвеличил его и спас все родство его. И тех же братьев, которые против него шли. Спас их и отца, и все полностью, всех родственников. Мы видим, как Иов, который не роптал, а жаловался на Бога. Это разные вещи. Жаловаться Богу можно. Роптать нельзя. И вы знаете, Бог его провел через эти атаки, через этот тест. И он вышел оттуда, как чистое золото, доказав всем ангелам и всем небожителям, что не служат Богу за деньги, не служат за то, что он охраняет, а служат из-за того, что Бога любят, из-за того, что Бог, он чудесный и является нашим Творцом. Все это увидели. Дьявол проиграл. Разлука с Иисусом. И есть самая сильная атака. И именно это и есть главная цель дьявола. Разлучить тебя с Иисусом. Чтобы ты поверил, что эти проблемы, их надо решать. Их, я скажу, не надо решать. Их должен решать Иисус. Что ты тогда должен решать? Ты должен поклоняться Ему. Как апостолы сказали, мы не будем заботиться о столах. Мы будем пребывать в слове и молитве. Всегда найдутся люди, кто решат эти проблемы. Тебе нужно не решать проблемы. Тебе нужно поклоняться Иисусу. Потому что ангелы будут решать сложные вещи. На стройке, знаете, строители, они не решают тяжелые вещи. Там все кран решает. Но они стропят. Они зацепляют бетонную плиту. Это же не сложно. Взять крючок, зацепить за петельку. Показать ему. И тяжелую, тяжеленную работу выполняет кран. А если рабочие скажут, что этот кран? Давайте сами, мужики. Оу, наляжем плиту. И плита их всех придавит. И они все будут под этой плитой 20 человек. Лежать дружно. Ой. Понимаете? Не рассчитали. Проблемы многих придавливают. Мы, дети Божьи, должны это осознавать. И применять меры по защите от атак тьмы. Когда на тебя, тебе пришла мысль. Я не почитаю Библию. Тебе приходит мысль от Бога. Ты ее слышишь. Ты говоришь, что я буду читать, что я там нового узнаю. Или тебе пришла мысль, молись сейчас. Что я сейчас буду молиться? Я сейчас должен спать. Или я сейчас должен там то, сё. Ты не понял. Как только ты отказался сейчас быть послушным Святому Духу, ты попал под атаку. Но ты еще этого не осознаешь. И вот настоящее горе, когда человек атакован и не знает об этом. Как написано, вор приходит, подкапывает и крадет. Если бы знал человек, в какое время придет вор, он бы охрану поставил, как Иисус рассказывал. А то он не знает. И вот горе тем верующим, которые на леке живут, на расслабоне. Послушайте, хищники, у них нет расслабона. Они когда поедят, конечно, какого-нибудь верующего, съест дьявол, говорят, что он будет на расслабоне. Классно. Подышит. Но тут же опять у него аппетит. Он должен мстить. Он должен рвать верующих. Пережевывать, метать их, закидывать их проблемами. Всякими счетами. Деньгами, деньгами, деньгами. Смотри, у тебя нет денег, у тебя нет денег. Тебе нужно срочно деньги. Тебе нужно вылезать из проблемы. А Иисус, а Петр только говорит, братья, все заботы ваши, возложите на него. Возложите на него. Наша проблема, что мы не умеем отдавать. Мы говорим, да я сам решу. Ну что у Иисуса свои проблемы. Он такой, он такой многодетный. Что ему еще моя проблема, я сам ее решу. И будешь, все. Итак, какие виды атак могут быть? Неохота читать Библию. Неохота. А тебе не должно быть охота. Тебе надо читать Библию, Слово Божье. Потому что ты прочитаешь, вот ты не прочитал Библию. Ты прочитал новости в интернете. Вот их обязательно прочитаешь. И в тебя вошла негативная информация. Или газету ты прочитал. Ты ездишь в этом, в метро. Неохота читать Библию. Пойди отдохни, говорит разум. Но на самом деле, только что, верующий был атакован. Это была страшная атака. Ты просто потом встретишься с последствиями. Нет охоты молиться. Это очень сильная атака. Это такая атака, что когда ты проснешься, ты поймешь, что ты атакован. Ты будешь бежать, а проблема тебя будет кусать, кусать, кусать. Дай Бог, чтобы ты убежал и все-таки решил эту проблему. Нет желания идти на собрание. Что я пойду на это собрание, такую рань надо вставать. Атака, чтобы потерять связь с братьями и сестрами. И абсолютно духовно иметь апатию. Духовную апатию. Безразличие. Смотришь, у тебя круг уже заменился. У тебя вокруг собрания уже других людей. Потом ты встречаешься с последствиями. У тебя апатия. У тебя нет аппетита. Ты думаешь, что такое Бог вообще? А есть ли Бог? А, наверное, Библию писали люди. А, наверное, вообще написала католическая церковь в угоду свою. А вообще, Бог это там то-то, то-то. Их там три. И они между собой там не знают, что они делают. У тебя такая пурга может получиться в голове. И такая каша. И последнее. Почему у Иисуса была вера, а у Петра было ее мало? И Иисус его, можно сказать, и назвал, можно сказать, и обозвал. Маловерный. Почему? Об Иисусе сказано, 23 стих. Отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. Он там молился. И после молитвы ты, общаясь с Богом. Молитва это общение с Богом. Неудивительно, что Иисус, идя по земле, продолжил идти по воде. Он не почувствовал разницы, что он по земле идет, что по воде идет. Он просто идет к своим ученикам. У него есть цель. Потому что он молился. Потому что он общался со своим отцом. Вера от слышания от слова Божьего. Иисус использовал веру, потому что на земле он был человеком. Ему нужна была вера. Ему нужна была сила Святого Духа. Богу не нужна сила Святого Духа. Но когда Иисус был в теле, он был человеком. Неудивительно, что у Иисуса была вера, а у Петра нет. Что делал Иисус, оставшись один? Или так сказать, в свое свободное время. Он молился, общался с отцом, пообщался с отцом. Ты получил веру. Потому что вера приходит от слышания слов Божьих. А что делал Петр в свободное время? Он смотрел на сети. Братья и сестры. Смотрел на сети. Разглядывал сети. Социальные. И попал в них. Понимаете? И когда нужно было применить веру, у него оказалось ее мало. И поэтому он провалился, провалил экзамен, провалил тест. Не перешел на другой уровень. Но все-таки Иисус его перевел. Перевел еле-еле. Они оба вошли в лодку. Они шли. Шли. Петр шел. Рядом Иисус шел. Шли, сверхъестественно, по воде. Запомни последнее. Тебе нужно всегда смотреть на Иисуса. Тебе никогда нельзя, не нравится это слово, ты должен его услышать. Тебе просто нельзя, вот сам себе скажи, мне нельзя убирать взора от Иисуса. Как только я уберу, я уберу мое внимание, мои мысли, и я, значит, буду на что-то другом концентрироваться. Как только я увижу проблему, как только я буду о ней концентрироваться, я буду думаться, я из одного состояния, из состояния сверхъестественного, состояния веры, чудес. Я перейду в сверхъестественное состояние, где меня съедят проблемы. Что делать тем людям, которые прямо сейчас находятся в пасте у этого льва? Что делать таким людям? Вам нужно осознать нужду в Иисусе. Как в Слове Божьем написано, ты не холоден, не горач, покайся и твори прежние дела. Вот что нужно сделать. Покаяться означает осознать, осознать, ведь самый главный грех, это не грех убийства, это не грех прелюбодеяния, алкоголизма, вранья, это грех неверия в Бога. Верующий имеет жизнь вечную, неверующий не имеет. Неверующий это тот, который не в связи с Иисусом, у которого нет никакого контакта с Иисусом. Он просто знает, что Иисус наверху, где-то там в космосе, за космосом. Все. У него нет контакта, он не соединен. Иисус очень сильно сказал предупреждение, ветви, которые не находятся на лозе, которые не приносят плода, они засыхают. И такие ветви срезают и бросают в огонь, и они сгорают. Последствия христиан очень могут быть радостными и могут быть плачевными. От нас зависит. Друзья, мы знаем, что мы все проходим эти атаки, мы все атакованы, но нам нужно правильно отражать эту атаку. Помни, что в твоей жизни Бог тебе дает слово. И благодаря слову у тебя проявляется вера сказать этому ветру, утихни, перестань. Мы видим, когда Иисус был в лодке и был шторм, и ученики не знали, что делать. Иисус показал, что, оказывается, надо было делать. Надо было простереть руку и сказать, утихни, перестань. С проблемами только так надо разговаривать, только на языке власти. Ты должен с дьяволом, с атаками, с бесами, с негативными мыслями разговаривать на языке власти. Ты должен им приказывать, ты должен говорить, что будет, что в твоей жизни будет, а чего не будет в твоей жизни. И вот тогда Бог скажет, это мой Сын, это мой Сын. Он употребляет веру, я доволен им, я восхищаюсь им. Аминь. Сын. Сын. Сын.